Предопределение Религиозное представление об исходящей от воли Бога предустановленности событий истории человеческой жизни. В религии предварительная заданность жизни человека, его спасение или осуждение в вечности волей Бога. Идея предопределения имеет особое значение в монотеистических религиях, поскольку с точки зрения монотеизма все существующее определяется волей Бога. Поэтому проблема предопределения соприкасается с проблемой традиции, похожей понятия. Предвидение, проведение, судьба, промысл Божий, с одной стороны, самоопределение, спонтанность воли, свобода человека, с другой стороны, предопределение – одно из основных религиозных понятий, включающих в себя противопоставление абсолютной воли Бога и свободы человека, древний мир. Понятие предопределения существовало уже в античные времена. Олимпийские боги в Древней Греции подчинялись высшему закону, олицетворением которого были богини судьбы Мойры. Греческие героические эпосы трагедии Сафоклы являют основную проблематику предопределения. Человек противостоит воле Богов и неизменно проигрывает отсюда фатализм античного миросозерцания. Пример предопределения и судьбы можно найти в истории царя Кира Великого. В то же время идея предопределения сочеталась у греков и римлян с мыслью, что сознательная деятельность человека все же может иметь значение. Так у Полибия в его всеобщей истории постоянно подчеркивается роль судьбы, но разорвать круг все же можно, особенно если у власти встанет выдающийся человек. Корнелий Тацит в одной из книг размышляет над проблемой определяются ли дела человеческие роком и непреклонной необходимостью или случайностью, приводя различные мнения на этот счет. Одно из которых гласит, что богам нет ни малейшего дела до смертных. Другое, что жизненные обстоятельства предуказаны роком, но не вследствие движения звезд, а в силу оснований взаимосвязи естественных причин. Но большинство смертных считает, что их будущее предопределено с рождения. Таким образом, для мировоззрения греков и римлян была характерна двойственность, а не полный провиденциализм. Предопределение в христианстве Предопределение – один из труднейших пунктов религиозной философии, связанный с вопросом о божественных свойствах, природе и происхождении зла и об отношении благодати к свободе. Существа нравственные свободные могут сознательно предпочитать лодобру и действительно, упорное и нераскаянное пребывание многих возле есть несомненный факт. Но так как все существующее, с точки зрения монотеистической религии, окончательным образом зависит от всемогущей воли всеведущего божества, то, значит упорство возле и происходящее отсюда гибели этих существ есть произведение той же божественной воли, предопределяющей одних к добру и спасению, других к козлу и гибели. Для разрешения этих споров было точнее определено на нескольких поместных соборах православных учений, сущность которого сводится к следующему. Бог желает всем спастись, а потому абсолютного предопределения или предопределения к нравственному злу не существует, но истинное и окончательное спасение не может быть насильственным и внешним. А потому действие благости и премудрости Божьей для спасения человека употребляет с этой целью все средства, за исключением тех, которыми упразднялась бы нравственная свобода. Следовательно, разумные существа, сознательно отвергающие всякую помощь благодати для своего спасения, не могут быть спасены и по всевидению Божию предопределены к исключению из Царства Божия или к погибели. Предопределение относится, следовательно, лишь к необходимым последствиям зла, а не к самому злу, который есть лишь сопротивление свободной воли действию спасающей благодати. Вопрос здесь решен, таким образом, догматически, предопределение в Библии и Священное Писание говорит о предопределении в разных контекстах. Во-первых, о предопределении в мире природы и истории, предопределение как замысел или план Творца, согласно которому в мире происходят все события. Во-вторых, о предопределении в духовном мире, участь падших ангелов. В-третьих, предопределена судьба каждого человека и всего человечества в целом. Зародыш мой, видели очи твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. В-четвертых, о Христе, от века он был предопределен принести себя в жертву. Греческий глагол «пиро омикрон омикрон ройота дзета омега» появляется только в Новом Завете. Один раз в Деян, пять раз у апостола Павла, в русском переводе он два раза передается глаголом «предназначать». Существительное предопределение нигде не употребляется, однако встречаются термины «замысел», «изволение», «предвидение». Например, «избранный по предвидению Бога Отца» избрание. Бог от начала избрал в Библии и нет разработанного учения о предопределении. Однако у апостола Павла это действие Божие является важным элементом его понимания замысла Творца. Апостол Павел пишет, «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение и действие по своему благоволению». Этот антиномичный стих указывает направление, в котором и будет развиваться в истории богословская концепция предопределения. Идея предопределения тесно связана с доктриной спасения, то есть с вопросом о том, каким образом человек участвует в своем спасении, с помощью своей воли или только принимая божественную благодать. Идея абсолютного предопределения впервые появляется у блаженного Августина как реакция против пелагианства, дававшего человеческой свободе такое широкое значение, при котором не оставалось места не только действию, но и предвидению со стороны Бога. Сам Августин сопровождал свое учение о предопределении различными смягчительными оговорками. Основным текстом Августина о предопределении считается о предопределении святых. Блаженный Августин полагал, что первородный грех в корне извратил духовные силы человека, что зло неодолимо для него без помощи Божией. Августин пришел к убеждению, что в деле спасения свободная воля человека не играет существенной или даже вообще какой-либо роли. Свободной воли у человека после грехопадения в строгом смысле вообще не существует. Спасение же совершается исключительно всемогущим действием божественной благодати. Августин опровергал главный тезис полупелагианцев, что человек обретает веру в сотрудничестве с Богом. Такое понимание веры для Августина означало то, что человек присваивает себе то, что принадлежит Богу. Тот, кто хочет выступать соработником Бога, принижает благодать Божию, желая заслужить ее. Вера есть дар Божий, а если человек не способен сам уверовать, то Бог сам должен избрать, кому дать веру и кого спасти. А значит избрание не обусловлено ни с чем, что Бог мог предвидеть в человеке, ни с чем, кроме воли Божией. С точки зрения Августина избрание состоит не в том, что Бог предвидел, кто откликнется на евангельский призыв и тех предопределил ко спасению, а в том, что Бог предопределил неспособных уверовать грешников к тому, чтобы дать им веру и тем самым спасти их. Пелагианская ересь названа по имени своего основателя-монаха Пелагия родом из Британии, возникла в конце IV века. Пелагий написал ряд сочинений, где утверждал, что неодолимого греха не существует. Пелагианцы проповедовали свободу воли и выбора, по мнению ортодоксальной церкви, преуменьшая тем самым роль божественной благодати, отрицали божественное предопределение. Считали, что первородный грех не может иметь принципиального значения для человеческого рода, ибо является личным делом самого Адама. Поэтому грехопадение не до конца извратило положительные качества человека и, таким образом, природа человека не является изначально грешной. Пелагианство вызвало в V веке большие споры в церкви на Западе. На Карфагенском соборе 419 года были приняты 8 правил против ереси Пелагии и Целестия, и пелагианство было окончательно признано ересью. Однако споры о соотношении человеческой воли и благодати не прекратились. В 20-е годы воевы, в Южной Галлии, в Марселе появилось так называемое полупелагианство – учение о благодати и свободе, примыкающее скорее не к Пелагию. А к учителям церкви до Августина и приближающейся к православному, полупелагианство особенно распространялось среди монахов, для которых вопрос стяжания благодати при помощи личной аскезы стоял более чем актуально. Представителями этого учения были преподобный Викин Телеринский Иоанн Кассиан, который учил, что божественное предопределение одних – к спасению, других – к погибели основывается не на безусловной воле Божией, а на божественном предвидении – примут люди благодать или нет. То есть Бог избирает людей к спасению на основании предузнанной веры. Тем самым Иоанн Кассиан предпринял попытку занять позицию между Августином и Пелагием. Полупелагианцы утверждали, что для первоначального акта веры благодать не нужна. Первородный грех ухудшил изначальную природу человека, но не настолько, чтобы он не мог желать и не мог быть способным после падения делать добро. В то же время полупелагианцы не допускали, чтобы человек мог спастись без благодати. Благодать сообщается человеку только в том случае, когда он прилагает максимальные усилия для того, чтобы стать достойным ее. Такое учение придавало монашеству особый статус, особенно в аспекте его аскетической практики. По сути, это учение представляет собой православное учение о синергии. 13-е собеседование Преп Кассиана считается классическим его выражением. Последние десятилетия V века полупелагианства было представлено в лице наиболее выдающегося учителя Южной Галлии, Фавста Изрияйца, который одинаково выставал как против Пелагии, так и против опасных заблуждений учения о предопределении Августина. Паст в своем учении еще менее зависит от Августина, чем Иоанн Кассиан. Он учил о том, что в вере как знание и стремление воли к самосовершенствованию заключается обусловленная первичной благодатью заслуга. Ей сообщается спасающая благодать, и ее совместная с волей деятельность создает истинные заслуги. Вера как первичная заслуга полупелагианства было признано правильным на соборе в Орле в 475 году, но на соборе в Оранже в 529 году. Одновременно с утверждением учения Августина, полупелагианство было определено как материальная ересь, то есть неумышленное заблуждение в важных вопросах веры. Одобрение со стороны Папы Бонифация II увеличило авторитет постановлений собора в Оранже, с которыми считался и Триденский собор. Выдвинутые там пункты согласуются с учением Августина, но ясное учение о предопределении отсутствует. Также не отведено достаточно места внутреннему процессу, совершаемому благодатью, который у Августина больше всего подчеркивался. Таким образом, на одном из сложнейших и неоднозначных понятий богословия была поставлена точка. Однако такая неопределенность побуждала богословов делать очередные попытки развития темы предопределения. В Средние века появляется учение о двойном предопределении. Готшальк учил, что существует двоякое предопределение не только ко спасению, но и к погибели, из чего следовало, как обвиняли его противники. Бессилие таинств, добрых дел и бессмысленность повиновения церкви и ее распорядкам. Его учение было признано ересью предопределения в протестантизме, католицизме и православии. Новое развитие концепция предопределения получила в эпоху реформации. Для Лютера идея предопределения была оборотной стороной учения об оправдании и обосновании для уверенности в спасении. Лютер, как и другие реформаторы, считал, что можно быть уверенным в своем спасении. И эта уверенность есть признак горячей веры, так как спасение основано не на человеческих способностях, а на верности Божией своим милостивым обещаниям. Формула согласия побуждает верующих правильно использовать для дела думать или говорить о вечном избрании или предопределении и предназначении чад Божиих к вечной жизни. Другой великий реформатор Милахтон в 30-е годы 16-е отказался от идеи жесткого детерминизма в предопределении. Он настаивал на том, что человек должен принять Божественную любовь как свободный дар Бога. Он называет три действующие причины обращения слова Бога, Святой Дух и человеческую волю. Эта концепция часто подвергалась критике, поскольку в ней усматривали идею о том, что человек способен содействовать собственному спасению. Позднее лютеранство оставило в стороне взгляды лютера на божественное предопределение, изложенное им в 1525 году, и предпочло развиваться в рамках свободного человеческого отклика Богу, а не суверенного божественного избрания конкретных людей. Для лютеранства конца 16-ти в избрании означало человеческое решение возлюбить Бога, а не божественное решение избрать определенных людей. Основную идею реформации о бессилии человечества и всемогуществе Бога абсолютизировал Жан Кальвин. Учение Кальвина о предопределении является одним из аспектов его доктрины спасения, которую он считал развитием августинянских взглядов. Кальвин излагает свою доктрину предопределения в Третьей книге «Наставление в христианской вере» издания 1559 года. Как один из аспектов доктрины искупления через Христа, предопределение по Кальвину должно рассматриваться в правильном контексте. Оно является не продуктом человеческих размышлений, а тайной божественного откровения. Кальвина исходила из понятия об избрании чистой человека Богом. Вера – деятельное стремление к святости полностью обусловленной несвободой человеческого выбора, но непостижимым и милосердным божественным избранием. Природа избрания состоит в том, что чистая благость Бога сделала досягаемым для нас спасение, а поскольку Бог вечен, то вечное это избрание. Поэтому одни люди предопределены к вечному блаженству, другие – к вечному проклятию. Утверждая абсолютную власть Бога, Кальвин подчеркивает активное участие Бога в творении будущего состояния человека. Предопределение поэтому является вечным повелением Божиим, которым он определяет то, что он желает для каждого отдельного человека. Он не создает всем равных условий, но готовит вечную жизнь одним, вечное проклятие другим. Человек – существо греховное и непослушное, не отвергнут Богом, но должен уповать на вечное спасение, которое не может быть основано на достоинствах человека. Человек ничего не может сделать для своего спасения. Однако, несмотря на существование предопределения к погибели, человек не может знать, кто изнан погибнуть. Феноменологически можно увидеть только спасающихся – тех, кто уверовал во Христа, поскольку время спасения каждой личности индивидуально. Кроме того, нет четкого критерия принятия Христа, поэтому уверенность в спасении проистекает из индивидуальной веры в свою избранность. С одной стороны, здесь нивелируется свобода воли, с другой стороны, человек получает уверенность в своем спасении, а заодно и ослабление чувства ответственности за каждый конкретный поступок. Единственное дело, которое может и должен человек делать – проповедовать Христа, нести благую весть, с помощью чего происходит выявление других избранных, составляющих Божий народ. Реформатская доктрина об избранности и предопределении была ведущей силой экспансии реформатской церкви в XVII веке. Доктрина предопределения по Кальвину давала ответы также на вопросы социального порядка. Например, проблема несправедливости в распределении материальных и духовных даров среди людей решалась сведением к божественному предопределению, которое основано на суверенной и неподвластной человеческому пониманию воли Бога. Позже в протестантской среде учения Кальвина спаривалась и критиковалась. Однако основной круг проблемы понятий сохранил свою актуальность до сегодня. Позже учения Кальвина развивали такие теологи, как Петр Мартер Вермегли и Теодор Беза, которые акцентировали тему избранничества. В начале XVII в Голландский теолог Якоб Армении выступил против основных тезисов Кальвина. В 1610 армяниане обратились к церковным властям с представлением, которое считается изложением доктрины армяниан или ремонстрантов. Они выступили против пяти пунктов учения Голландской церкви. 1. О двойном предопределении, к спасению или погибели, в результате свободного акта божественной воли. 2. О том, что избранный непременно спасется, а осужденный погибнет. 3. О том, что Христос умер только ради избранных ко спасению. 4. О том, что Бог дает благодать только избранным ко спасению. 5. О том, что получившие спасающую благодать никогда ее не утрачивают. 6. В 1618-1619 реформатский сенот в Дордрихте официально осудил учения армяниан. Реформатское социальное мировоззрение в этот период было основано на кальвинистской концепции богоизбранностей. Завета благодати. Реформатские общины рассматривали себя как новый Израиль, новый народ Божий, который находится в особых отношениях с Богом. Понятие завета как договора человека с Богом с последующим разделением ответственности дает широкие основания для дальнейших социально-политических преобразований в протестантском обществе. Католическая реакция на протестантское учение о предопределении была явлена на Триденском соборе. На шестом заседании Триденского собора 1547 год был утвержден декрет об оправдании. Триденский собор настаивал на том, что никто не может знать с определенностью веры, не подверженной ошибкам. Получили ли они благодать Божию или нет, по теме предопределения собор в общем подтвердил определение оранжеского собора 529 грамм. Восточная церковь уменовала полемику вокруг предопределения. С.В. Иоанн Златоуст использовал вместо понятия предопределения понятие предвидение Бога. Затем Иоанн Дамаскин учил о том, что Бог все предвидит, но не все предопределяет. Православной традицией закрепилось воззрение о том, что Бог хочет спасения всех людей, однако Он не определяет их ко спасению, оставляя, таким образом, место для свободной воли человека. Современное католическое богословие придерживается тенденции отождествлять предопределения с понятием «предназначение». На П.Иоанн Павел II эти слова существенным и достоверным образом разъясняют, в чем состоит то, что на языке христианства мы называем предопределением или предназначением. Понятие «предназначение» акцент переносится на призыв Бога к спасению, призыв, который может остаться без ответа со стороны человека, тем самым подчеркивается свободная воля человека в определении своей вечной участи.